МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Керавник державы знакомился с современной инфраструктурой агрогородка Добрынь Ельского района и принял делу в доброчинном творчем марафоне «Одраджение». Олег Синсеров с подробностями. Для Ельского района, как и для еще и Гомельской области, авария на ЧАЭС стала сопроводной трагедией. Об чем можно мерковать в приватной севозь по этому помнику? С одного боку, информация о загинувших земляках и спальных вёстках под час Великой Ачины. С другого, назвы вёсток, которые были похованы у вынеку радиационного забродживания. Ознаймление из инфраструктуры агрогородка Добрынь, керавник державы, починает знаведывание объектов в социальной сфере. Гэта вёстка – одна из самых великих в Ельском районе. Сегодня у её проживаются больше 800 человек. За 30 частных годов тут створена вся инфраструктура, необходимая для життя, причем вся иная, запотребованная. Оптимизму додает и тот факт, что в этом населенном пункте означает остановочная демографичная динамика. Об этом и где размова, по час наведывания дитячего сада, в обошлые годы колькость выхованцев тут постоянно повеличивается, и гэта тенденция будет заховываться далей. Президента от души вас витают малыши, с радостью у сустракаем и у гостей запрашаем. Тут спеваем и танцуем, в добрый раз мы сябруем. Скажем дякуй мы не раз, что в лапоте идти про нас. И аж один становочный момент, яким веньми генерация в Ельском районе, нигде дичина наступства Чарнобыльской катастрофы, тут отрымался заховать традиционную народную культуру. В Кудабринском культурно-спортивном центре выстава ельских фортушков и мастер-класс от супрацовников районного центра Ромёстов. А до разу после Чарнобыльской катастрофы кажуть, саправдой была пыльная разгубленность, а ле тепер усел в минулом. Просто, может быть, немножко было подзабыто, как-то люди как-то не поняли, что с ними случилось, но все равно без прошлого нет будущего. И я не думаю, что Чарнобыль очень сильно отнял от нашей работы, от нашего, как говорится, наследия, то, что было нам передано. Мы стараемся не забывать об этом, стараемся работать. Подчас наведывания Ельского района Александр Лукашенко узгадывая, у заборудженной регионы он о першине утрапил еще, когда был депутатом белорусского парламента, а ле после выбрания на посаду президента в проблеме потерпелых территорий пришлось им надавать куда больше часу. Во умовах, когда никто в свете не сутыкается с такой трагедой, необходимо было принять конкретное решение, что работать, а дородить на гэтых землях житем. Сегодня можно сказать, тады Беларусь зарабила правильный выбор. Реабилитация принесла свой плен. Почас с встречи с Весковцами Александр Лукашенко каже, что у гэтых пятигодца держава кончаткова выращить основные проблемы, якие поколище застаются на потерпелых территориях. Зараз необходно не только память осях минулым, а ле и жить будущим. Напреконцы рабочей поездки президента финальный концерт доброчинного творчика марафона «Одраджэння». С початку гэтых года ян проходил у районных Беларуси, якие потерпели у вынеку чарнобыльской катастрофы. Головная мета мероприемства – демонстрация первотвореньев, якие тут отбелись. За 30 годзе районы не только вернулися до полновартосного життя, а ле и досягнули неадренных вынеков у социально-экономичном и культурном развитии. По великим рахунку, марафон закликанный взломать стереотип у спрямания гэтых территорий, як чарнобыльской зоны. Сама республика огромные средства вложила на то, чтобы как-то исправить это положение, реабилитировать. Я желаю, чтобы в дальнейшем мирное небо светило над головами нашими, чтобы Беларусь процветала. Олег Синтеров, Якин Макеенко, телерадио-компания «Гомель», Ельский район. Тым часом у Гомеля день 30-й ходовины аварии на ЧАЭС распочался урочистым митингом. Памятные мероприемства стартовали для мемориала «Ахвяром катастрофы» и протягнулись в храме святого архистратыха Михаила. Простовники молодого поколения выротовальников сустрелись с теми, кто принимал непосредный удел у ликвидации наступства у найбуйнейшей техногенной катастрофы. 13-й годов тому на территории Гомельского инженерного института МНС был изведен этот мемориал. Як данина поваги выротовальникам, загинувшим подчас ликвидации пожара на ЧАЭС. 30-й годовину катастрофы курсанты института, представники улады и ликвидаторы сустрелили минавито тут, чтобы скласти до мемориала «Кветки» ушановать память загинувших «Хвилины Маучанні». Вот сама авария произошла мгновенно. Тушили ее там несколько дней, потом начали конкретно работы на аварии, но мы здесь, в Гомельской области, значит, для нас сами последствия, они не только вот эти дни, они продолжались многие годы после того и сейчас. Это для меня, в первую очередь, день памяти тех коллег-пожарных, которые именно в первые минуты, в первые часы после этой трагедии, значит, бросились на тушение и, конечно, своими жизнями они предотвратили более сильное распространение вот этой невидимой смерти радиации. Усягонь, колькиден тому, отбылось размеркование выпускников института. При этом из 80 молодых специалистов 6 человек для дальнейших опроходжения службы накированы у «Островец», одни по накерунку наглядно-профилактичной деянности, инши по службово-боевой. У научальный процесс института закладены в учебно-методичные веды, которые дозволяют выхавать молодое поколение воротовальников так, чтобы они были не просто готовы до любой надзвучайной ситуации, а ли измогли продухелить ее. В деле этого тут налажено тесное сопротивление с институтами радиологии и радиобиологии. Мы даем не только знания основы безопасности жизнедеятельности, специфические знания, необходимые для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мы готовим офицеров-спасателей. И наша основная задача, чтобы наши офицеры-спасатели соответствовали тем критериям, той квалификационной характеристики, которую закладывает наше министерство. А это воспитание морально-деловых качеств, присущих только офицеру-спасателю. Памятные мероприемства после митинга протягнулись в храме святого архистротыга Михаила. Эта церква была перевезена в Гомель с выселенной везки Добрыжского района и установлена в парку фестивальный. Миновата тут, в день 30-й годовины Чернобыльской авары, епископ Гомельский Жлобинский Стеофан провел жалобную панихиду об загинувших под шест катастрофы. Сегодня хочется пожелать крепкого здоровья всем тем людям, которые стояли и стоят на защите нашего Отечества, нашего народа от этой чернобыльской катастрофы. Низко поклониться всем тем, кто принимал и принимает участие. И молить Бога о упокоении тех, кто отошел в жизнь в связи с этой чернобыльской катастрофой. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Работа в зоне поражения и отчужения в наибольший небеспечный период ликвидации наступства аварий на ЧАЭС вяли 15 тысяч супрацовников правоохранных органов. В Управлении внутренних справ Гомельского облаконкам провели встречу с ветеранами службы. Весной 1986 года они взяли на себя велизарную частку всей тяжкой працы и одним из первых увошли в зону. 30 годов тому для их почалась незавиданная и полная небеспеки служба во умовах активной зараженности территорий. У ликвидацию наступства катастрофы включилися тысячи супрацовников правоохранных органов. Амаль по закону военного часу милиция потребовала правопорадок. Полдневые районы Гомельской области у межих 50 км от ЧАЭС были вызначены зоной отселения и огородженные дротом протяглостью 185 км. Было принято постановление Верховного Совета БСР о признании Белорусской СР зоной экологической катастрофы. Это было доведено до ОНД, до всего мирового собственства. И функция милиции основная была охрана периода эвакуации. Эвакуация населения, материальных ценностей. Сопрацовники милиции змагалися с браконьерством и мародерством, тушили пожары, які часто узникали у отселенных вёстках и у шмат разов узма сняли радиоцинное забрудживание. У облоках радиоактивного пылу милиция супроводжала колонны транспорту. Приходили валюся радиоактивный лес и узводилися першые шмат-километровые огороджи небеспечной территории. Яны выконывали у першую чаргуни службовы агромадянский обовязок перед белорусской землёй, на якой повинны и обовязково будут жить люди. 29-го красавика 1986-го года Василь Фарлянко узначали взводный отрат милиции для организации эвакуации грамадян Наравлянского района. Раисполкома, она с королицей говорит, никуда не поедем. У меня свинья с парочатами осталась. Ну и что вы думаете? Взял работнику милиции, грузовую машину, быстренько председатель Раисполкома выделил. Отправили, привезли эту свинью с юнацачью, как сейчас помню, парочатами. Он залез, посмотрел, вслед заплакал, поехали бабка. Только спросил, куда вы свинью повезёте? Память про людей, які удельничали у ликвидации наступства у Чарнобыльской катастрофы, не повинна змеркнуть. Дели нашего добробыту, яны рызыковали своим здоровьем. И верили, что нема на свете такой силы, якая могла б перемогчить само житё. Вольга Коновалова и Евген Побловец, телерадокомпания Гомель, припотрымцы отдела информации громадских совязев Управления внутренних справ Гомельского Аблова Конкама. Первый в области памятный знак водителям, які примали удел у ликвидации наступства авары на ЧАЭС, открыли на аутостанции у Хойниках. Узнагородить людей за саправдную можность и героизм. А так само ушановать память тех, кого уже нема у живых. Собрались все былые и девчие работники открытого акционерного товарыства Гомель Абл Аутотранс. Дмитрий Котов так само побывал на открытии памятного знака. Успоминан 30-ти годовой давнины и зараз выкликают смуток и боль. На вочах ликвидаторов гинули везки, люди покидали свои родные мястины и напереде их чекала неведомость. Не ведали и водители, кольки придется працовать над ликвидацией наступства аварии. Владимир Буйнеевич признается, что у первые дни отшивал страх после наведывания забрудженной территории. Однако, громадянский долг был на первом месте. Я работал тогда на самосвале, жил 555-й, возил бетон в дроньки, в дроньках делали силосные ямы. Ну а потом уже после этого всего взрыва, уже когда начали копать противопожарные водоемы в деревнях, потому что деревни начали гореть, так копали противопожарные водоемы, так я тоже на жилу и Хойницкий район, и Брагинский район все обслуживала, так что мне работы хватило. Разом с представниками инших профессий водители унесли неоценный уклад у ликвидацию наступства аварии. И они допомогали пожарным, энергетикам, военным, эвакуировали людей с забрудженных вёсок. Кожный день, рискующий уластным здоровьем, водители, которые приезжали из усёй Гомельской области, профессийно и самоотданно выконывали свои службовые обовязки. Первого мая мы уехали в Сенцы, по разным деревьям, где-то порядка шести автобусов было отправлено, и каждый. Я лично попал в Лосы, в Сенцы. Когда я приехал туда, по пути уже мы ещё подселялись, подсаживали людей. Они тоже не знали, что такое произошло. Мы тоже конкретно узнали в этот день. Памятный знак у Хойниках стал первшим подобным помником у Гомельской области. Водители вспомнили у всех, с кем працевали 30 годов тому. Мы решили увековечить тот героизм, тот подвиг, гражданский долг, который исполняли водители при ликвидации последствий этой катастрофы. Тех водителей, которых уже с нами нет, и тех, которые продолжают сегодня жить, трудиться. У нас есть ветераны такие. Хотелось бы сказать им огромное спасибо и низкий поклон за то, что они сделали. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Хойницкий район. Размова про деятельность Республиканского науково-практичного центра радиоцины медицины и экологии человека пойдет завтра в программе «Диалог». Гостем студии станет директор центра Александр Валентинович Рожко. Программа выйдет в эфир в 18.01.50. Одночасово на телеканалах «Беларусь-3», «Беларусь-4». По часу эфиру будет працевать телефон про моей линии. Задать свои пытанье можно по номеру 77-68-45. Теплое и солнечное надворье вернется на Гомельщину на гэтым тыдни. Завтра опадки часово спынятся. По прогнозу областного гидромедцентра, в ближайшие сутки чекается воблачное с прояснениями надворье. Ветер переменных напрямков – 3,8 метров за секунду. Температура поветра в складе от минус 3 до плюс 2 у ночи до плюс 16 у день. А вось у четвер махчимы на вольнице. Будет до 7 тепла у ночи и до 19 у день. У пятницу надворье переменится, опадки прогнозуются только по усходе региона. Слубки термометров покажут плюс 2,7 у ночи и плюс 12,17 у день. Выходные будут теплыми до плюс 20 градусов. Месцами пройдут короткачасовые дожды. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.cvrhomil.by. На этом выпуск завершен. У студии працювала Наталья Игнатенко. Усяху доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин